На кону четвертый кубок губернатора КВН. В этом году самарские сатирики надеются наконец-то завоевать юмористический трофей. До этого главный приз начала сезона доставался Союзу из Тюмени, Днепру из Днепропетровска, из партий из Казахстана. Перед основной битвой за кубок на разминке выступят команды из нескольких лиг Самарской области. Трудовая молодежь – это корпоративные команды, юниор – играют школьники и межрегиональные. И кубок КВН губернатора Самарской области – это возможность ребятам помериться силами с метрами движения КВН. И вот в этом году впервые такое большое представительство самарских команд. И у нас есть все основания надеяться на то, что кубок в этом году останется у нас в нашем родном регионе, в нашей губернии. На сцену кубка губернатора КВН выйдут команды Волжане, СамГТУ, сборная Сельхозакадемии, новая сборная Тольяттинская «Эль-Классика» и Казань. Все эти коллективы играют на высшем всероссийском уровне. В этот вечер самарскому зрителю предстоит увидеть, наверное, всю категорию движений КВН Самарской области, которая существует у нас уже много-много лет и с каждым годом развивает и набирает обороты. Увидеть юмористическую битву вживую 9 сентября в субботу в МТЛ-арене смогут всего 2000 зрителей. Пригласительные билеты будут раздавать в правкомах вузов, отделах молодежи и разыгрывать на радио. Остальные поклонники КВН увидят куба губернатора по телевизору. Уже на следующий день после розыгрыша кубка губернатора в день города Самары на набережной пройдет многочасовой марафон КВН. На открытой сцене состоится многожанровый КВНовский капустник. В середине осени стартует чемпионат разных самарских лиг и школа КВН, где любая команда сможет научиться шутить смешно. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.